Похоже, придется ремонтировать. Сначала в сервис, потом в магазин, ждать запчасти. Почему нельзя, чтобы и запчасти, и сервис были в одном месте? Почему нельзя? Можно! В магазинах запчастей «Марсель» свой сервис, а также гарантия на запчасти. Тысячи запчастей для французских авто. В наличии и под заказ. Показываем события, которые могут произойти с каждым. То, к чему нельзя быть равнодушным. На первом городском проект «Место происшествия» в студии Сергей Пичугин. Здравствуйте! Сегодня в выпуске традиционно эксклюзив. Ехал на веселе, но не виноват в ДТП. Один человек получил травмы в результате аварии на улице Горького. Ну, сейчас посоветуюсь юристами, наверное, будем подавать апелляцию. И пойдем дальше, потому что приговором я недоволен. С решением не согласны. Считай, не согласны приговорам. Вот это приговор, что жилам. В Зуевке вынесли приговор 60-летнему депутату ОЗС Вячеславу Егдарову. Его обвинили в смерти двух собак. Назвали меня по имени-отчеству и сказали, что вскрыты мои лицевые счета. Поверила телефонным банкирам. Я взяла два кредита. На общую сумму 500 тысяч рублей. Полмиллиона рублей. Именно на такую сумму взяла кредит, а потом отдала деньги мошенникам. 49-летняя женщина в Кирове. Один человек получил травму в результате ДТП на улице Горького. Там столкнулись КАМАЗ и ВАЗ-14 модели. Подробности этого и других происшествий за сутки в рубрике «Сводка». Авария произошла 23 сентября в 22.35 у дома номер 37 по улице Горького. По предварительным данным от очевидцев, 33-летний водитель КАМАЗа врезался во встречную ладу 14-й модели. В итоге 28-летний водитель легковушки получил травмы, и медики оказали ему помощь. Затем его передали сотрудникам ДПС. Они почуяли от мужчины запах алкоголя и увезли его на оформление в ГИБДД. На улице Воровского произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, это случилось в среду утром напротив дома номер 102. Дорогу не поделили Рено Логан и двухколесная Ямаха. От удара травмы получил водитель байка. Ему понадобилась помощь медиков. Полиция установила личность трех школьниц, которые позировали для фото у вечного огня. Судя по видео, девочки-тиктокеры стояли на мраморных плитах, веселились и изображали какой-то ритуал. Третья девушка-оператор снимала их с разных ракурсов, в основном через вечный огонь. Видимо, юные видеоблогерши не понимали, что это памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этой публикации девочками заинтересовались в полиции. Позже выяснилось, что это школьницы 13 и 14 лет. С ними и их родителями провели профилактические беседы. Также информацию об этом инциденте передали руководителям учебных заведений. Там обещали взять курс на повышение патриотического воспитания любительниц селфи. Суд вынес приговор дальнобойщику из Дагестана, который предложил взятку сотрудникам ДПС в Верхникамском районе. Инцидент произошел 1 мая. Инспекторы остановили КАМАЗ, который ехал без фар. Позже стало известно, что мужчина перевозил пиломатериал без соответствующих документов. Чтобы уладить вопрос, водитель передал полицейским 2000 рублей. Его предупредили об ответственности, но дальнобойщик все равно положил деньги под коврик водительского сидения. В итоге мужчина признал вину. Суд наказал его штрафом в размере 8000 рублей. Сергей Пичугин. Место происшествия. Сегодня в Зуевке вынесли приговор 60-летнему депутату ОЗС Вячеславу Ягдарову. Его обвинили в смерти двух собак породы западно-сибирская лайка. Напомним, преступление произошло 29 декабря прошлого года. Тогда же с видеообращением выступил владелец убитых животных Андрей Рогачев. Мужчина понял, что без привлечения общественности это дело могут замять. Михаил Вагин побывал на оглашении приговора. Депутат Законодательного собрания Кировской области Ягдаров Вячеслав Николаевич хладнокровно сегодня почти на моих глазах расстрелял моих собак. Рабочих собак с документами. 29 декабря прошлого года житель Зуевского района Андрей Рогачев отправился на охоту вместе со своими собаками. Пока был в лесу, его питомцев застрелили. Андрей видел, что это был директор местного племзавода и депутат УЗС Вячеслав Ягдаров. И чтобы выяснить отношения, он ему позвонил. Когда я ему позвонил, дозвониться до него не мог. Он мне перезвонил, и он мне в телефонную трубку сам сказал, да, Андрей, я их убил, ко мне какие претензии? У хорошего хозяина собака должна сесть дома. Какие еще нужны доказательства? Я увидел вживую. Я видел не другого человека, я видел не пятого человека, я видел именно Ягдарова. В итоге из Зуевского следственного отдела дело передали в Киров. На Ягдарова возбудили уголовное дело по двум статьям. Жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение чужого имущества. В Единой России членство депутата Ягдарова приостановили. Спустя 9 месяцев после убийства, 24 сентября, обвиняемому вынесли приговор. В ходе следствия свою вину депутат не признал, просил его оправдать. Также было установлено, что в момент преступления Ягдаров управлял снегоходом и не менее пяти раз выстрелил по собакам. При вынесении приговора смягчающим обстоятельством стало состояние здоровья Ягдарова, отягчающим использование оружия и боеприпасов. В итоге за жестокое обращение с животными депутату грозило от трех до пяти лет лишения свободы, за уничтожение чужого имущества до двух лет. Но суд явно смягчил наказание до штрафа. При оглашении судья даже закрылась текстом приговора. По совокупности преступлений, путем численного сложения назначения наказания, окончательное наказание Ягдарова, Вячеслава Николаевича начали в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей доход государства. Ягдарова в итоге признали виновным, наказали штрафом в 240 тысяч рублей. Обязали взыскать материальный ущерб за убитых собак, это 108 тысяч рублей и 10 тысяч моральный вред. Также оставили под арестом трактор депутата. Никто из участников процесса не согласился с этим решением. Приговор в апелляционные сроки будет изучен, дана оценка на соответствие закону и позиции государственного обвинения. Приговор не вступил в законную силу. В течение 10 дней участники процесса могут обжаловать его. Апелляция состоится в Кировском областном суде, где потерпевший будет настаивать на более жестком наказании, а Ягдаров будет снова просить судью его оправдать. Михаил Вагин. Место происшествия. Полмиллиона рублей. Именно на такую сумму взяла кредит, а потом отдала деньги мошенникам 49-летняя женщина в Кирове. Потерпевшая поверила телефонным преступникам, которые сначала напугали ее, потом убедили перевести крупную сумму. В тонкостях мошенническая схема разбирался Михаил Вагин. Назвали меня по имени и отчеству и сказали, что вскрыты мои лицевые счета. Сила убеждения, а также осведомленность мошенников о паспортных данных и о месте регистрации заставили 49-летнюю Надежду поверить в серьезность ситуации. Телефонный мошенник сообщил женщине, что кто-то на ее имя пытается взять кредит. И надо бы этого злоумышленника опередить. И что я должна произвести детализацию, то есть я должна взять кредиты в банках города нашего и перевести их на безопасные ячейки с целью того, чтобы закрыть старый лицевой счет и открыть новый. Жулики дали указание Надежде взять кредиты на свое имя, а потом эти деньги сохранить на безопасных счетах. Естественно, номера, куда нужно было делать переводы, мошенники диктовали по телефону. Я взяла два кредита на общую сумму 500 тысяч рублей. Все эти денежные средства были отправлены через банкомат на якобы безопасные страховые ячейки. Сейчас полиция возбудила уголовные дела и пытается вернуть эти полмиллиона рублей. Но все это крайне непросто. Мошенники используют технические средства, которые сложно отследить. Самый лучший способ обезопасить себя – не общаться лже с сотрудниками банка по телефону. Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными и не сообщать реквизиты банковских карт, а также коды доступа, приходящие в СМХ сообщения третьим лицам. Помните, что сотрудники банка никогда не будут звонить по телефону при возникновении проблем с вашим банковским счетом. Сейчас за мошенничество в крупном размере злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы, а пока их ищут, в надежде придется выплачивать кредит в полмиллиона рублей. Михаил Вагин. Место происшествия. Это Первогородской, это Место происшествия. Мы продолжаем выпуск. Весь вечер и ночь следили за подозрительным водителем «Шкоды» активисты ночного патруля в Кирове. Сначала на улице Пролетарской у ночного клуба мужчина и его пассажиры вели себя вызывающе и предлагали всем желающим выпить коньяка. Затем уже на улице Щерса. Приятели то ли уснули в машине, то ли пребывали в Нирване. Кадры задержания в следующем сюжете. Активисты ночного патруля передают полицейским информацию о водителе «Черной Шкоды». Вечером они смотрели за ним у ночного клуба на Пролетарской, а ночью машина оказалась на улице Щерса и долго стояла с включенной аварийкой на одном месте. Водила сто кудов там и даже похожий пассажир. Иномарка поехала только утром, и сотрудники ДПС решили проверить водителя, все ли в порядке с его состоянием. Водитель остановился сразу и полез за документами. Из машины алкоголем не пахло, но взгляд мужчины вызвал у полицейских подозрения. Сергей Юрьевич, из машины выйдите, пожалуйста. Сергей удивился тому, что за его машиной следили с вечера. По его словам, ранее на ней катался другой водитель. «От клуба на Пролетарской не вы отъезжали на этой школе?» «Нет, думал я». «Вдруг ездил, да?» «Думаю». «А, ну значит, тогда поднимились вы, значит, не то водитель». Мужчина с радостью готов был пройти экспертизу при понятых. «Глубокий вдох, продолжительный выдох». «Дам-дам-дам-дам-дам-дам». «Еще-еще-еще-еще». «Все, хватит». Алкотестер ожидаемо показал нали, но инспекторы и подозревали, что Сергей не в алкогольном опьянении. «Алкоголь не обнаружен. То есть, так как у меня есть основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и он должен пройти медицинское осветительное состояние опьянения. Сергей Юрьевич, согласен пройти медицинское осветительное состояние?» «Согласен, да?» «И ты ее слышишь». По данным полиции, в итоге водителя увезли в наркодиспансер. Там он сдал анализы на наркотики. Теперь его судьба решится через 10 дней, когда придут результаты экспертизы. По словам очевидцев, по такой схеме его уже недавно оформляли. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Калинина велосипедиста занесло на припаркованную иномарку. Но это только полбеды. Мужчина врезался в автомобиль, а потом скрылся с места ДТП. Водитель о легковушке выручил датчик движения на гаджете. Как это было в рубрике «Видеорегистратор». Утром на улице Калинина произошло обидное ДТП. На пустой дороге велосипедисту не хватило места. Возможно, мужчина был слегка под шофе и не справился с управлением. После удара велосипедист скрылся через двойную сплошную линию, а водитель иномарки увидел эти повреждения и обратился в полицию. Сейчас неуклюжего водителя двухколесного транспорта разыскивают. Еще один водитель скрылся с места ДТП, когда снес зеркало автомобилю с регистратором. Автор видео сейчас разыскивает виновника аварии на Фиате. На улице Щерса гонщик на белом BMW не рассчитал маневры и зацепил попутный Ниссан. Проблемы со зрением или реакцией, скорее всего, возникли у водителя мотоцикла на улице Московской. Он не сразу увидел запрещающий сигнал и нарушил правила. На улице Лепсе уже классическое нарушение, едва не закончилось аварией. Водитель серой иномарки решил, что едет по главной и не уступил дорогу. Ловко и опасно проскочил между машинами гонщик на 12-й на улице Щерса. Лихач решил не останавливаться и едва не зацепил машину с камерой. На улице Воровского воспользовался своими габаритами дерзкий водитель автобуса номер 12. Он просто и без предупреждения повернул направо. Михаил Вагин. Место происшествия. На сегодня это все. Телефон редакции «Место происшествия» 47-33-02. Адрес электронной почты и ссылка на группу ВКонтакте перед вами на экране. Также лучшие видеоролики и выпуски «Место происшествия» смотрите на Ютубе и в Инстаграме. С вами был Сергей Пичугин. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok